Всем привет! С вами Светлана и сегодня у нас заказ по каталогу Avon номер 12. Много парфюма, много подарков и брошюрка, по которой я вам буду читать тогда коды товара. Начнем с подарков. Я за, по-моему, второй шаг выбрала подарок. Инканто, голубенький. Здесь у нас гель для душа. Вот он, гель для душа, спрей для тела и крем для рук. Миниатюрка такая небольшая. Здесь у нас 30 мл. Что я вам хочу сказать. Заказ мне пришел вчера, и мне очень не терпелось попробовать этот аромат. Вот такой кремушек. Вот так он выглядит. Небольшой такой. Еще не пробовала. Не терпелось очень попробовать этот аромат, потому что были неоднозначные отзывы. Кто-то хвалил красный, кто-то хвалил синий Инканто. Поэтому, ну, послушала девчонок. Говорили, что красный прям очень едкий, приторный и даже тошнотворный. Взяла синий. Код набора этого подарка 41189. Почему озвучу? Потому что, допустим, я очень долго оформляла заказ. Хотелось мне по промокодам взять много товаров. Получилось взять только один через свой онлайн-магазин. И потом уже в процессе оформления у меня не выскакивало, что мне идет этот подарок. И мне пришлось его вводить по коду. Я перерыла там весь интернет и вот нашла. Так что, кто тоже оформляет и забывает, и у кого не выскакивает на сайте этот подарок, вводите по коду 41189. Итак, нанесла я этот лосьончик, у нас лосьон-спрей для тела, на руку и ходила вчера до ночи, грубо говоря. Потому что девочки писали, что он такой стойкий, что даже после душа держится на теле, ну, прям не верилась. Но он реально держится на теле. Уже перед сном я нюхаю руку, чувствую этот аромат. Сегодня с утра я тоже распрыскивала на руки именно, чтобы оценить, насколько он стойкий. И этот аромат еще есть. И у него потрясающее послевкусие. Вот сначала, прям сначала, он может тоже показаться слегка рисковатым. Рисковатым. Спиртик здесь чувствуется тоже. Древесные какие-то нотки. Я плохо описываю аромат. Надеюсь, донесу до вас суть. Ноты, наверное, в каталоге, я надеюсь, можно будет посмотреть. Вы посмотрите. И нотки свежести. Но вот послевкусие, когда вы носите его час-два и больше, очень нежный. И вообще вот с первым впечатлением просто вот, ну, не похоже совершенно. Поэтому я всегда говорила и говорю, чтобы оценить любой аромат, нужно его несколько часов хотя бы поносить на своем теле. И тогда уже можно будет что-то сказать. Поэтому мне безумно понравился этот аромат. Мне безумно понравилось, что здесь такая стойкость. Это просто шок для меня. Как закончится, обязательно буду брать еще. Или если будет акция на эту линейку, я буду брать однозначно лосьон, тоник, спрей. Обязательно буду брать. Подарок обошелся в 50 рублей. Здесь 100 миллилитров. Давайте посмотрим гель для душа. Я его еще не пробовала. Здесь 200 миллилитров. Ничего не запечатано, не запломбировано. Ну, аромат такой же. Будет очень интересно, насколько он будет удобен в применении. Не сушит ли кожу, посмотрю. Обязательно вам потом расскажу в обзоре каталога, либо в пустых баночках. И крем для рук. Давайте посмотрим. 48 часов увлажнения. Нефритовый цветок и шелк. Такая здесь пробочка, я бы сказала, одноразовая. Не потерять. Крем пахнет так же. Здорово. Беленький, довольно плотный. Вот он прям плотненький такой. Хорошо разносится. И, в принципе, хорошо впитывается. Супер аромат. Классные, девчонки. Голубого, вот точно. Красный, не знаю. Есть ощущение напитанности, но нет жирной пленки, нет липкости. Все замечательно. Прям действительно есть ощущение напитанности кожи. Ну, значит, крем питательный, это очень хорошо, потому что у меня сухая кожа рук. Вот такой вот, девчонки, наборчик. Я в восторге от аромата. Вам тоже советую. Поносить. Не просто понюхать, фу, не нравится. Поносите, и потом поймете. Дальше, девчонки, мне в подарок пришли пробники новой воды, которая в следующем каталоге у нас только стартует. Это у нас Ив Дуэт. Пробники. Один вот отклеился. Голубенький и желтенький получается. Дерзкий, пряный, древесно-бальзамический оттенок с фруктовыми нюансами, я так понимаю, это голубой. Да, почули, индига, жасмин и малиновый сорбет. И желтенький, терпко-пряно-древесный оттенок, розовый перец, горденья, белый. Кто-то белый и почули заклеены, не вижу. Я параллельно себе заказала, если бы я знала, что придут пробники, я бы не стала брать. Хотя не зря взяла наборчик, который у нас тоже был представлен в каталоге, но уже с распылителями. Это пробники, по-моему, по полтора миллилитра каждый, если я не ошибаюсь. И здесь есть распылитель. Код этого набора 433-47, по полтора миллилитра, да, две штуки. И вы знаете, вообще круто оценивать аромат, когда есть распылитель. Я тоже вчера нанесла на одно запястье голубенький, на другое желтенький. И уже, в принципе, могу вам описать, мне понравился очень сильно голубой. По первым ноткам желтый. Но когда вот поносишь, все, ощущение совершенно другое. После мытья рук я уже желтый не ощущала на запястье. Голубой со мной и до утра был, это точно. Это такой, знаете, вот впоследствии не сразу пудровый аромат. Осенний, на мой взгляд. Я вот почему-то представляю его на пиджаке, на драповом пальто у женщины, такой вот, 30-35 лет. Успешный довольно-таки. Вот аромат вот этот себе я так представляю. И мне он очень понравился. На самом деле, попробовать их миксовать, я попробую обязательно, что из этого получится. Но пока вот голубенький, да, понравился очень. А этот я перестала ощущать просто вот через несколько часов. И поэтому, ну не знаю, не смогла оценить его по достоинству до конца, скажем так. В целом ароматы интересные. Берите пробники. Лучше, конечно, вот такие вот с распылителем, если есть возможность. Потому что аромат, когда наносится палочка из обычного пробника, уже альфракторная пирамида ломается. И немножко другие ощущения. А когда спреем, то там как раз вот он раскрывается. Сначала первоначальные нотки, потом средний. И потом уже шлейф. Я ценю больше всего в ароматах шлейф. У этого шлейф классный. Вообще просто супер. Девчонки, по промо-коду я взяла увлажняющий лосьон автозагар для лица и тела. Коробка упала. Его вообще код 30886. То есть в графе промо-код нужно вводить слово «загар» на английском языке и большими буквами. И он тогда будет за 69 рублей. Вот так выглядит флакон. Я его еще не пробовала. Здесь 150 миллилитров. Но на той неделе мне приспичило купить автозагар, так как лето у нас не загоришь. И я взяла в магазинчике «Эйонский автозагар» в формате мусса. Я вам потом, если интересно, поподробнее расскажу или сниму видео. Вот он мне очень понравился. Это у нас лосьон автозагар. Я думаю, что он, в принципе, тоже хорошо себя будет вести. Ой, здесь, кстати, он так давится, интересно, прям струей. Такие золотистые крупинки есть. В муссе мусс он немножко по-другому выглядит. Но вообще мне понравилось. Я вот именно мусс наносила на все тело и на лицо. И никаких пятен и разводов не было. Ой, такой золотистый, смотрите. Прям здесь светоотражающие частички есть. И очень много. Классно. Буду пробовать этот продукт тоже. И сниму вам тогда по эйвонским автозагарам отдельное видео про муссы, про лосьончик, что как себя ведет на теле и так далее. Аромат, кстати, классный. Такой же, как у мусс. Девчонки, еще по промокодам взять была пудра в шариках. Набор, по-моему, вечерний выход и еще что-то. И ничего у меня не вышло. Если у вас получается, подскажите, пожалуйста, как. Я вбивала промокоды в начале, в самом, на первом шаге оформления заказа. А на последнем, когда проверяла заказ, у меня их уже, ну, не было в заказе вообще. Поэтому не знаю. Ничего у меня не получилось. Один лосьон вот получился. И то хорошо. Девчонки, цепочку, которую вы сейчас можете наблюдать у меня на шее и декольте, это цепочка с подвеской Рашида. Код ее 05871. Очень интересно мне было посмотреть на бижутерию от Эйвен. Она была вот в такой красивой, очень презентабельной коробочке. Тут еще бумажкой так была переложена. А вот еще подложечка такая была. Ну, красиво, в общем, коробочка классная. И сейчас покажу вам поближе, как она выглядит. Золотая цепь. И, я не знаю, розочка, не розочка это. Она черная. Вот как она выглядит. Вот как выглядит цепь. Ну, красиво смотрится. Я, конечно, хотела немножко подлиннее. Я люблю подлиннее бижутерию, потому что у меня много таких кофточек, где вот вырез заканчивается, именно начинается, точнее там, где этот кулончик, он иногда прячется. А сзади здесь цепь потолще, которая потолще. Вот так вот можно регулировать длину. Вот настолько, видите, толстая цепочка. То есть вы можете сделать ее совсем короткой, и у вас будет этот кулончик, получается вот так, под шею прям. И, в общем, можете регулировать на свое усмотрение, потому что у всех шеи разные. Вот. Но мне понравилось. Она 159 рублей, по-моему, стоила. Вообще смотрится очень отлично. Я посмотрю, как это будет все в носке. Будет ли облизать вот это вот с цепи, ну, не по золоту, конечно, но, скажем так, краска. И с самой розочки. Посмотрю, обязательно вам расскажу, как она будет себя вести. Я слышала, многие хвалят бижутерию Эвен, поэтому тоже буду потихоньку пробовать. Еще она в такую коробочку сверху была упакована. Вот. Нашла. Бумага в заказе очень много. Эвен Легкий старт. Мне положили каталог прям такой, не знаю, на много страниц. На 15 на целых. Наверное, тут в подробностях все расписано. Потом обязательно почитаю. Потом распродажа бумажная такая вот книжечка. Тоже посмотрим с вами потом тогда, может быть, вместе с новым каталогом. Товары со скидками за нотки. Кстати, вот за нотки я посмотрела, мне вообще взять нечего. У меня она, к тому же, одна. Ну, не знаю, я посмотрю. Может быть, что-то и возьму за эту нотку. А может быть, так и останется у меня она висеть. Так, Эвен, скидки до 71%. Вот такой вот журнальчик. Каталог уже у нас какой-то 14-й здесь. Так. С разворотами аж. Вот она, 14-й каталог. Ну и поехали дальше. Я взяла, конечно же, попробовать. Мне очень было интересно. Сыворотку ИНЮ с витамином С. По 30 рублей она у нас была. И код ее 253,74. Я попробую, обязательно отпишусь. Понравилось, не понравилось. То, что содержит витамин С. То есть аскорбиновую кислоту благотворно очень влияет на кожу. Разглаживая и подтягивая ее. Я уже об этом говорила. Потому что аскорбиновая кислота, как и любая кислота, способствует омоложению кожи. Но какая здесь концентрация, тоже нужно изучить состав. Я люблю ее использовать в чистом виде. Покоренная ароматом детским Фроузен. Взяла для дочки вот такой вот спрей для облегчения расчесывания из этой же линейки. Здесь у нас Эльза нарисована. Дисней серия. И код этого лосьончика 725,44. Буду пробовать, девчонки, и сама. Потому что мне очень нравится аромат у этой линейки. Ну, прям вот очень. Кто не пробовал, вот я вам очень советую попробовать. Духи там недорогие. Лосьончик этот стоил, сейчас я вам скажу, сколько. Так, 160 рублей. 128 со скидкой. Запах обалденный. Мы еще его не пробовали, так как голову не мыли. Так, никто не пшикал до этого. Дозатор был пустой. Но аромат классный. Я тоже обязательно расскажу вам или в пустых баночках, или в обзоре каталога, насколько хорошо он облегчает действительно расчесывание. Маска для ногтей. Для ногтей и кутикулы. Код ее 976,82. Стоила она 119 рублей. И 95 получается со скидкой консультанта. Вот такая малышка, здесь 30 миллилитров, но в принципе этого достаточно. Я успела ее затестить. В рекомендациях по применению пишут, что можно просто нанести перед сном на руки, а можно еще и одеть перчатки. Но на ночь перчатки не вариант, а днем уделить себе там часик можно, в принципе. Мне кажется, эффект будет обалденный. Я пробовала вчера наносить на руки, и мне очень понравилась текстура. Цвет такой светло-сиреневый, довольно плотная текстура, и при распределении впитывается практически моментально. Моментально впитывается, оставляя кожу очень нежной, бархатистой. Маска это не только питает, но и увлажняет 100%. Рука вот мне после нее очень понравилась. Я обязательно попробую вариант с перчатками. Мне кажется, будет вообще супер. Поэтому, кто не пробовал, за такую цену, в принципе, даже как крем для рук, у кого очень сухие они, как у меня, я вам могу посоветовать. Продукт очень хороший, очень здорово напитывает руки. И ни на один раз, ни до первой помывки рук однозначно. Жирной пленки нет. Кожа даже, я бы сказала, немножко слегка матированная после этой маски. Никакой липкости, ничего нет. И аромат, девчонки, просто бомбезный. Пахнет шикарно каким-то дорогим парфюмом. Мне очень понравился этот продукт. Я советую вам его попробовать. Взяла из линейки СПА по распродаже за 109 рублей. По-моему, он был в каталоге. Вот такое вот средство. Это у нас восстановляющее, очищающее средство для лица. Сокровище пустыни. Код его 41 859. 109 рублей по каталогу он стоил. И так 92 получается. Этот продукт не из России, насколько я понимаю, потому что здесь приклеен перевод. И даже через тубу я вижу, что здесь какие-то гранулы есть. Она, по ходу дела, прозрачная внизу, а дальше затемненная. Ничего тоже не запломбировано, не зафольгировано. Девочки, мне советовали это средство. Я попробую обязательно отпишусь. Как мягкое отшелушивающее средство. И, в принципе, как умывалочку. Я думаю, его можно использовать. Оно желтого цвета. Запах тоже классный. И здесь действительно есть мелкие гранулы. Если вам видно, они оранжевого такого цвета. Знаете, похож на кофе. По своей структуре они есть. Их не очень много. То есть даже через тубу видно. Вот видите, это точечки, это гранулы. Их не очень много. То есть, мне кажется, вот это средство вполне себе подойдет для деликатного умывания, деликатного очищения, для чувствительной кожи, для сухой кожи, склонной к высыпаниям. Вполне подойдет. Я люблю погрубее средства. Я буду пользоваться. Обязательно тоже вам оставлю свой отзыв на интересный такой продукт. Дальше у меня ароматы. Целых пять ароматов я взяла. Которые мне нравятся по страницам каталога. Так, аромат Череш первый. Его не было в каталоге. Он был по распродаже. И код его 43-832. Я брала уже 30 миллилитров этого аромата, знакомый. Ее очень понравилось. И мне тоже понравилось, как он на ней звучит и вообще в целом. И поэтому я взяла себе объем 10 миллилитров. Мне, в принципе, такого формата дней на 10. Поэтому буду тестить каждый аромат по отдельности, чтобы понять в итоге, какой из них мне нравится и какую полноразмерку мне взять. Так, второй аромат это Туморо. Он мне тоже очень понравился со страниц каталога. Код его 43-811. Я уже, если честно, забыла, как он пахнет. Потому что в самом начале нюхала его каталога три назад. Ну, классно. Они все похожи, они все с древесными нотками. Я не люблю сладкие ароматы, не люблю сильно свежие ароматы. А вот с древесными нотками самое оно. Если описывать аромат, вам смысла, в принципе, не вижу. Потому что, ну, описать это одно надо носить на себе. Заказывайте пробники или вот такой формат тоже очень удобный. Не понравилось, ну, кому-то подарили. Отдали даже. Третий у нас Этрекшн, если я правильно его называю. Так, Этрекшн код 131-62. Тоже с древесными нотками. Классный чувство, уже вообще суперский. И два аромата лак. Лак Лимитес, я так понимаю, это лимитированная серия. Не знаю, может уже и полноразмерки-то нет. И обычный лак для нее. Так, лак обычный 60-123 и лимитированный 698-52. Я, по-моему, на страницах их не ощущала, но слышала по отзывам, что они очень интересные. Поэтому тоже буду тестить. Лак голубенький лимитированный. Классный. Мне нравится. Ну и этот я на страницах нюхала. Да, тоже мне понравился. Поэтому вот таких вот 5 ароматов себе взяла. Буду тестить. Дальше, девчонки, гель для душа, зеленый чай и вербена. Это серия Сенсос. И вот такой вот большой объем 500 мл. Код его 467,87. И стоил он всего со скидкой уже 127 рублей. Я слышала, девчонки хвалят эту линейку. Он достаточно такой вот густой. Мне кажется, расход будет небольшой. Зеленый чай мне вообще нравится, когда присутствует. Здорово пахнет. Действительно зеленым чаем. Слегка освежающий, сладковатый аромат. Здорово. Я не знаю, как пахнет вербена, но по-моему, это какой-то лимонный аромат. Поэтому на теплое время года вообще здорово. Ну вообще пахнет классно, на самом деле. Мне понравилось. Супер. Как я уже говорила, вам что буду брать обязательно. Это мицеллярный скраб, очищающий для лица. Он мне безумно понравился в пробнике, который мне пришел в подарок в прошлом каталоге. И я решила взять полноразмерку. Мне нравится, что здесь много частичек скрабирующих. Он у нас с вами тоже совсем не запечатан никак. Слегка белесый, полупрозрачный цвет. И при нанесении на кожу, вот когда вы его только наносите, вы не чувствуете этих частичек. А когда начинаете распределять, вы их и не видите, собственно говоря. Их даже не видно. У вас на коже прозрачная субстанция. Но когда вы массируете свое лицо, их очень-очень много, мелкие они. И мне так нравится. И он действительно освежающий. Они вот прям не обманывают. Здесь написано свежающий, мицеллярный. После того, как вы помассировали, помассажным линиям лицо, умылись, смыли это все дело водой. У вас ощущение, что кожа ваша начинает дышать. И в нее прям поступает большими дозами кислород. Оно свежее, очищенное. Ну, эффект потрясающий. Мне очень нравится эффект от этого скрабика. Он легкий. Я не знаю, как насчет сухой кожи и чувствительной. Как она будет реагировать на большое количество этих мелких частичек. Но, в принципе, мне кажется, ничего страшного. Для комбинированной кожи, прям как умывалку, я буду использовать. А для жирной тем более. Каждый день, а то и два раза в день, утро, вечер. Мне понравилось средство. Буду пользоваться с огромным удовольствием. Кот его, кстати, назвала. Я вам нет. Так, где он? Вот он. 190-64. И тоже на него была прекрасная цена. 159 рублей без скидки. Еще взяла себе новиночку. Захотелось мне потестить еще один продукт из салонного ухода от Avon. Это у нас «Борьба с потерей волос». Была хорошая цена, замечательная. Так, шампунь 492,38 код. А бальзам 507,04. Я не пробовала еще. Буду тестить. Это новиночка. И цена 159, да, я вам сказала, замечательная для волос и кожи головы. Увеличивает продолжительность жизни волос. Интересно, это как? Биотин, коллагеновый комплекс. Здесь 250 мл в каждом средстве. Давайте аромат, что ли, попробуем с вами. Как он поведет себя на волосах, расскажу вам в следующих видео. Аромат классный. Тоже такого парфюма какого-то, с кислыми даже нотками, что ли. Аромат классный. Буду пробовать. Очень интересно. У меня, конечно, не то, что потеря волос. Потеря волос – это гормональный фактор, как бы, и уровень здоровья вашего организма. Но насколько он увеличит продолжительность жизни моих волос, покажет время. Девчонки, кажется, последнее, что было в моем заказе. И самое интересное – это карандашики. Так, с какого начнем? Эйвентру колор, диамант. Это у нас шуга плюм, по-моему, сахарная слива. И он у меня сейчас на глазах. Мне тоже очень не терпелось. Я его прям вчера попробовала. Понравился. Я, конечно, ожидала, что это будет более розовый аромат. Я сейчас найду вам в каталоге. Девчонки, я люблю смотреть цвета карандашей по 11-му каталогу, потому что, мне кажется, здесь наиболее удачно они отображены. Вот у нас сахарная слива. Это прям такой вот, ну не знаю, сливово-розовый цвет. По факту, по факту, в принципе, похож, но немножко темнее. Если вам видно, я сейчас сделаю сводчик, и мы с вами сравним. На глазах, как смотрится, вот. Смотрите, у меня верхнее веко подведено стрелочкой, межресничное пространство. Если вам передаст правильно, вот. Как смотрится на глазах. Но, в принципе, хочу сказать, так же, как и в каталоге. Разницы практически никакой нет. Если предыдущий карандашик вообще с картинкой не имел ничего общего, то этот более-менее похож. Давайте делать сводчи. Так, сейчас вам сделаю тоненькую полосочку. И при более плотном нанесении. Вот, как он выглядит. Мне кажется, камера вам не передает переливов цвета. Ну, действительно, сливовый оттенок. Мне кажется, он подойдет и брюнеткам, и блондинкам. Здесь много шиммера. Он реально блестит. Почему я полюбила эти карандаши? Опять, девочки, вам спасибо огромное за советы, что посоветовали мне их. Потому что за счет вот этого шиммера взгляд становится свежее, что ли. То есть, вроде темный карандаш, но он поблескивает на верхнем веке. И взгляд делается свежее, интереснее, красивее. Глазки ваши. В общем, вот такой вот цвет. Вот так он смотрится. И второй, девчонки, карандашик. Я брала его по акции, по-моему, за 129 рублей. Где-то на сайте откопала. И вон тру тоже. Это у нас... Блин, я не выговорю. Какой-то с зеленцой. Я вам сейчас лучше в каталоге покажу. Вот, смотрите, в каталоге сравните вот этот цвет и сводчи. Мне кажется, похож. И вот этот цвет. Сейчас я вам... Сияющая береза. Бирюза. Вот он. Вот он, он последний на этой страничке. Так, сейчас посмотрим. Я еще его не открывала. Мне очень хотелось что-то с березой связанное. А этот был вообще на распродаже. Так. И он светленький. Я очень рада, кстати, что он светленький. Вообще замечательно. И мне кажется, он даже без шиммера. Слушайте, я блесток не вижу. Наношу тоненькую. А, нет, с блесточками все равно. Он такой серо-бирюзовый, я бы даже сказала. Ну, это действительно то, что я хотела. Вот как он переливается тоже. Классный карандашик. Не сильно темный. Я сначала хотела взять потемнее. Нет, слава богу, не взяла изумрудное сияние. Ну, с каталогом, в принципе, да. Да, это один в один тоже попадание. Здесь попадание, если вам камера передает. Вообще, да. Действительно, цвета совпадают. Но в другом каталоге, в 12-м, кстати, ну, вообще там нарисовали, бог знает что. Поэтому я, девчонки, теперь по 11-му только карандаши выбираю исключительно. Вот, смотрите, еще раз сводчики. Мне нравятся эти цвета, мне нравится шиммер в них. Вообще здорово. Я очень рада и довольна своим заказом. Ну, а если я хоть чуть-чуть была полезна и вам, то обязательно ставьте под этим видео лайк, пишите свои комментарии, делитесь отзывами о продукции. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока-пока.